Сегодня стартует саммит, посвященный мирным переговорам по Украине. Проводится он по инициативе Саудовской Аравии в городе Джида. Участие в нем примет также и представитель властей Китая. К нам подключается наш корреспондент из Пекина Нигяр Рахманова. Она сейчас находится у здания Министерства иностранных дел Китая. Нигяр, здравствуй. Почему участие Пекина во встрече столь важно? Приветствую, Лидия. Вначале предлагаю внимание обратить на место проведения этого саммита, а это Саудовская Аравия, в принципе, инициатива о проведении мирных переговоров. Возникла в то время, как Саудовская Аравия стремится взять на себя роль посредника в диалоге по урегулированию международных конфликтов. И РИАД пытается поддержать хорошие отношения как с Китайской Народной Республикой, так и с Российской Федерацией. От Пекина, от Китая участие будет принимать спецпредставитель по евразийским делам. Звать его Ли Хуэй. Он в начале, еще в мае, посетил ряд европейских стран, в том числе Россию и Украину, с китайской мирной инициативой. Россия участвовать не будет, но Рейтерс сообщает, что Саудовская Аравия проинформирует Российскую Федерацию об итогах встречи. В целом здесь на саммите участие будут принимать представители более чем 40 стран, а проходить он будет с 5 по 6 августа. Задача саммита заключается в том, чтобы наладить диалог между Украиной и странами глобального юга. В целом участие китайских представителей приветствуется, и оно является позитивным фактором. Почему это происходит? Дело в том, что Китай, по сути, за год стал наибольшим крупным рынком для Российской Федерации. И помимо этого, это стал рынок как для российских углеводородов, точно так и для российской продукции. Китай создает все необходимые условия для торговли российскими продуктами на своем рынке. И нужно отметить тот факт, что Китай сотрудничает также и со странами Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, и с другой стороны, с Украиной. Китай является одним из крупных внешнеторговых партнеров Украины. По показателям взаимной торговли он занимает крайне высокое место. И поэтому участие Китая в этих переговорах обсуждается рядом с СМИ, новостями. В завершение отмечу, что на встрече обсуждаться будут ряд тем, таких как энергобезопасность, продовольственная безопасность, экология и многое другое. А уже о результатах мы будем знать завтра и в течение переговоров сегодняшнего дня. Студия. Большое спасибо, Нигиар. К нам подключалась наша коллега из Пекина Нигиар Рахманова. Она отслеживает саммит по мирным переговорам по Украине. Продолжение следует...